Максим Гардос, экономический эксперт, присоединяется к нашему эфиру. Максим, я рад вас приветствовать. Здравствуйте. Доброе утро. Максим, ну, ведь действительно здесь есть очень разные еще и неочевидные последствия прекращения работы данного проекта. Но вместе с тем, очень интересно, как это скажется на России, потому что именно Россия ведь продолжает эту пафосную груму, мол, мы не будем дожидаться окончания контракта, мы сами перестанем поставлять, мы и так справимся, у нас и так все выйдет и так далее. Насколько это пагубно повлияет на экономику России? А самое интересное, есть ли предположения ориентировочно, в какие сроки это будет ощутимо? Дело в том, что трубопроводный газ в основном продается из России, в основном в Европу. Европа главный покупатель российского трубопроводного газа. Это определенная историческая причина, так называемая сделка ветка, которую заключила Германия при Велебранде еще с Хрущевым, 70 лет назад. когда европейские, немецкие технологии, деньги и, собственно говоря, трубы позволили провести путь экспорта газа из Западной Сибири в Европу. Что, в принципе, и дало значительную часть того благосостояния, которое долгое время было в Советском Союзе, при всей экономической неэффективности, это позволило случиться эпохи так называемого застоя, которую многие с теплом вспоминают. Это немецкие деньги. Таким образом, вся инфраструктура России, точнее, большая часть, Россия на то, чтобы экспортировать газ именно в Европу. Европа логистически ближе всего. Европа стабильный и надежный покупатель, который платит конвертируемые валюты евро. Потерю этого рынка заменить нечем. Просто нечем. Отдельные попытки устроить экспорт в Китай при помощи газопорода Силы Сибири не равноценны этой потери, поскольку они заменяют только часть рынка, это газ из других месторождений, которые находятся в Восточной Сибири, а не этот газ из Западной Сибири, который проходит сквозь Украину и другие территории. Это раз. Два. Также проблемным является экспорт моря. Да, он сейчас главная мишень, главная дискуссия украинских переговоров, и не только украинских, но и друзей Украины, по санкциями, по 12-му пакету санкций, о том, что экспорт путем сжижения газа, сжиженного природного газа и перевозка ИВТА, танкерами, это тоже нарушение санкций, это тоже финансирование российского военного бюджета, о чем сейчас активно дискотируется. Но хочу подчеркнуть, что это газ из других месторождений. Месторождений на полуострове Ямал и прочем, где стоит завод за пожижением этого газа. И, соответственно, мы возвращаемся к тому тезису, о котором мы говорили, о том, что альтернативы экспорту через Украину и прочие трубопроводные пути просто-напросто нет. Соответственно, России придется снижать добычу газа из этих месторождений и консервировать сами месторождения. Эта процедура дорогая, сложная и затратная. Кроме того, законсервировать месторождения сложнее, чем их расконсервировать. И это приведет к долгосрочному уменьшению доходов России от экспорта газа. Ну, а тут же стоит отметить также, что Российская Федерация тоже сейчас не дремлет и ищет какие-то альтернативные пути. Может ли это... Могут ли они существовать на данный момент? И хватит ли времени перестроить эту всю систему? Огромную систему? Всю не хватит. Частично сейчас проблемой для Украины и решением для России является экспорт газа морским путем, путем сжижения. Терминалов по сжижению в России несколько, но все-таки крупнейшая она находится на Северном Ледовитом океане. И, к сожалению, сейчас идет не такая уж успешная, как нам бы хотелось бы, борьба за введение санкций против Северного морского пути экспорта газа также. Этот экспорт был бы невозможен, абсолютно невозможен, без сотрудничества с европейскими компаниями. Например, крупнейший порт по приему газа в Европе находится в Бельгии, в Забирюге. Там перевозится много миллиардов кубов, много миллионов тонн сжиженного газа. Технологии для экспорта предоставляется французской компанией Total, крупнейшим французским конгломератом, которым недавно было в Западной прессе шумное расследование. Кроме того, также французские технологии нужны для самих танкеров, танкеров ледокольного класса, которые перевозят газ по морю. Потому что Россия, хочу этого подчеркнуть, не обладает необходимыми технологиями ни для собственно сжижения газа, ни для его перевозки. Но при всем при этом, при том, что борьба с сжиженным природным газом идет и она важна, это все равно достаточно малая часть всего того объема газа, который производится в России. Также еще один путь, который также ожидает своего будущего, скажем так, санкционного фонда, это турецкий поток. На сегодняшний день, по понятным политическим причинам, дискуссия о его закрытии не кажется актуальной. И в принципе объемы там серьезные, чего сказать. с другой стороны, сотрудничество с Российской Федерацией стало настолько токсичным, что даже без введения официальных санкций против турецкого потока, их сейчас нет, к сожалению, даже нет переговоров о них, некоторые страны все равно отказываются от газа из турецкого потока, российского газа из турецкого потока, среди них стоит отметить Болгарию, которая ведет свою собственную борьбу с этим газом и недавно в принципе сделала даже удар по своим соседям в этом отношении, введя пошлину на прокачку российского газа сквозь Болгарию в другие страны. Другими странами являются дружественные к России Венгрия и Сербия. В принципе на этом список как обойти Украину на данный момент исчерпывается поскольку путь с Северным потоком и Северным потоком 2 произошли неизвестные события которые привели к дисфункциональности путь через Польшу благодаря крайне активной позиции Польши и очень последовательной кстати менялись правительства менялись премьеры и Польша осталась противником прокачки газа сквозь территории и остается таковым таким образом мы перечислили все географически возможные пути обхода Украины и пришли к выводу что сейчас перспектив особых России нет присоединились к обсуждению этой темы Максим Гардус экономический эксперт был с нами на связи оперативные новости эксклюзивные видео аналитические обзоры Freedom of Telegram только проверенная информация обязательно подпишитесь будьте в курсе всех событий ссылка на наш телеграм в описании субтитры